Детали и узлы сооружений и машин подвергаются статическим и динамическим нагрузкам. Выбор материала, определение размеров элементов конструкций и обеспечение надежности их работы основаны на знании механических свойств материала. Эти свойства определяют механическими испытаниями. Испытываются не только материалы, но и отдельные машины и конструкции. Многие элементы конструкции подвержены действию статического нагружения. Поэтому большое распространение получили методы статических испытаний материалов. При статических испытаниях стандартные образцы подвергают растяжению или сжатию. Образцам на растяжение обычно придают цилиндрическую форму. Основная задача испытания на растяжение построение диаграммы, которая показывает зависимость между силой растягивающей образец и его абсолютным удлинением. Растягивающая сила растет, образец удлиняется. Начальный участок диаграммы называется зоной упругости, в пределах которой абсолютное удлинение образца пропорционально растягивающей силе, длине образца и обратно пропорционально площади его поперечного сечения и физической константе, которая называется модулем продольной упругости. При некоторой постоянной нагрузке происходит существенное удлинение образца. Горизонтальный участок диаграммы называют зоной текучести. Нагрузка увеличивается до максимального значения. Эта зона называется зоной упрочнения. Происходит местное сужение образца, которое называют шейкой. По мере растяжения образца она увеличивается по длине и делается уже. Дальнейшее удлинение образца происходит с уменьшением силы. Крайняя точка диаграммы соответствует разрушению образца. Последний участок кривой называют зоной местной текучести. В этой зоне удлинение образца носит местный характер. Если при испытании не доводить образец до разрушения и разгрузить его в зоне упрочнения, то нагрузка изображается прямой, параллельной первоначальному участку диаграммы, полученное удлинение образца при разгрузке полностью не исчезает, а лишь уменьшается на величину упругого удлинения. Полное удлинение представляет собой сумму упругого и пластического удлинения. Если снова нагружать тот же образец, то в начале нагружение пойдет по закону упругости, а последующий участок кривой совпадает с диаграммой из предыдущего опыта. В результате предварительной вытяжки материал приобретает способность воспринимать безостаточные деформации большие нагрузки. Повышение упругих свойств материала в результате предварительного пластического деформирования носит название наклепа и широко используется в технике. Основные механические свойства материала определяют с помощью условной диаграммы в координатах напряжение относительная деформация. Предел пропорциональности это наибольшее напряжение, до которого свойства материала подчиняются закону Гука. Предел упругости это наибольшее напряжение, при котором остаточная деформация не превышает двухтысячных процента. предел текучести это напряжение, при котором происходит рост деформации без увеличения нагрузки. Если на диаграмме отсутствует ярко выраженная площадка текучести, то за предел текучести принимается напряжение, при котором остаточная деформация не превышает двух десятых процента. Максимальное напряжение, которое способен выдержать образец, называется пределом прочности. Мера пластичности это величина относительного сужения образца, определяемая площадью поперечного сечения до и после испытания. Испытание на растяжение и сжатие производят на специальных машинах. Рассмотрим схему работы гидравлической машины универсального типа для испытания на растяжение и сжатие. Испытание на растяжение. Масло с помощью насоса поступает в рабочую полость цилиндра, заставляет подниматься плунжер вместе с рамой и верхним захватом. Образец растягивается. При испытании на сжатие образец помещают между подвижной и неподвижной рамами. Движением подвижной рамы вверх образец сдавливается и доводится до разрушения. По окончании испытаний масло под действием веса рамы вытесняется обратно в масляную ванну. В период эксплуатации различные части машины конструкции могут подвергаться удару. Поэтому для расчета таких конструкций необходимы характеристики сопротивления материалов ударным нагрузкам. Испытания образцов металла на сопротивление удару проводят на машинах, называемых капрами, которые по принципу действия и конструкции разделяются на вертикальные и маятниковые. И маятниковые. Испытания на ударную вязкость производят на образце свободно лежащим на двух опорах. Нагрузка прикладывается падающим маятником к середине образца, который имеет надрез на растягиваемой стороне. Для всех материалов размеры образца для испытания остаются одинаковыми. Излом образца происходит при ударе ножом. ударная вязкость металла определяется отношением работы, затраченной на разрушение, к площади поперечного сечения образца в месте надреза. Создание мощных, быстроходных и высокопроизводительных машин тесно связано с проблемой усталостного разрушения их элементов. Колесный скат нагружен весом вагона. Поэтому в его оси возникает изгибающий момент. Ось колесного ската, вращаясь вместе с колесами, испытывает циклически изменяющиеся нормальные напряжения, хотя внешние силы сохраняют свои направления. Происходит это в результате того, что частицы вращающейся оси оказываются попеременно то в растянутой, то в сжатой зонах. Крайние значения изменяющегося напряжения равны по величине и обратно по знаку. Это пример симметричного цикла. При несимметричном цикле к переменным напряжениям добавляется постоянное напряжение. В данном примере это натяжение болта. Для получения кривой усталости и определения предела выносливости обычно используют 6-8 образцов. Для каждого из них принимается определенная амплитуда напряжения. При этом регистрирует число циклов перемен напряжений, которые выдержал каждый образец. По результатам испытаний строится диаграмма усталости в координатах. Наибольшее напряжение цикла количество циклов перемен напряжений до разрушения. Для первого образца выбирается большая амплитуда напряжения, для последующих меньшая. Предел выносливости определяют, как наибольшее напряжение цикла при числе циклов порядка 10-100 миллионов. В полу-логарифмических координатах предел выносливости определяется, как ордината кривой усталости в ее правой ветви. Во многих деталях машин металл работает в условиях нестационарной переменной напряженности. Записав на магнитную ленту фактические напряжения в детали, можно воспроизвести их в образце на испытательной машине. Разнообразие условий работы деталей машин вызвало необходимость создания ряда специальных испытательных машин, моделирующих эти условия. Машины для испытания на усталость можно сгруппировать по способу возбуждения нагрузок. Существует многочисленная группа машин с возбуждением нагрузок при помощи кривошипного механизма. В машинах с гидропульсационным возбуждением динамических нагрузок постоянная составляющая нагрузки создается насосом через рабочий поршень, переменная составляющая нагрузки кривошипным механизмом. Конструктивные элементы прессов судовых и авиационных конструкций тепловых химических и нефтеперерабатывающих аппаратов подвергаются действию циклических механических нагрузок и циклически изменяющихся температур. Число циклов изменения нагрузок и температур может составлять от десятков до десятков тысяч. Основными видами малоциклового нагружения являются испытания с постоянной амплитудой деформации и испытания с постоянной амплитудой нагрузок. При испытании отдельного образца до разрушения строится диаграмма в координатах напряжения и деформации соответствующие определенному уровню нагружения. на основании ряда испытаний строится кривая малоцикловой усталости. испытываются не только образцы но и ответственные детали различных машин и механизмов. Это позволяет определить продолжительность работы деталей. сложные программные условия нагружений задают электронно-цифровой вычислительной машине которая не только управляет процессом испытаний но и обрабатывает их результаты. испытания материалов элементов конструкций позволяет правильно подбирать материал рассчитывать конструкции и в итоге создавать прочные надежные и долговечные машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА